Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный, он же Захар Артемьев, достаточно опытный газетный журналист, и хочу вам сказать, что, ну я просто был многие годы, мало заметен, была там под заметочками или интервью подпись «Захар Артемьев», и всё. А физиономии мои читатели не видели, и контакта между нами, кроме слов, никакого не было. Я словно сквозь матрас вот так вот фехтовал веником, с вами, дорогие читатели. Что ж, а теперь у меня есть зрители, и это гораздо лучше, потому что и у меня нет редакторов, потому что теперь я могу донести до вас сведения о весьма и весьма интересных событиях, происходящих в мире сейчас, о развитии этих событий. И с взглядом в прошлое, и с прогнозом на будущее. Что ж, добро пожаловать в мир аналитики от Захарыча Блаженного. Вот, и поговорим мы сегодня о Турции. Турция – это интереснейшее место, это узловой геополитический регион, страна с огромными амбициями в народе, с желанием возродить Османскую империю и с пониманием того, что они находятся на пике венца эволюции. Страна сильная, страна, состоящая в блоке НАТО, North Atlantic Treaty Organization, но уже пляшущая на пороге выхода из этого блока. Что ж, сегодня поступили две новости из Турции. Во-первых, как, может быть, вы знаете, Турция закупила у РФ целый дивизион С-400. Это перспективная система противоракетной и противовоздушной обороны, действительно хорошая, «Прометей», по-моему, она называется, с отличными характеристиками. И, в принципе, у некоторых людей это вызвало негодование, эта продажа Турции вот такого комплекса, после того, как турки сбили российский самолет. По-моему, Су-24 сбили эти твари. А после этого вот такие дела. Но это тонкие геополитические игры. И тут я вынужден, даже, ну а почему вынужден? Я скажу, что мудрость Москвы в отношении Турции есть. Есть мудрость. И даже, честно, я вам скажу, я вот тут поаплодирую. Потому что и вторая новость, которая пришла из Турции, Турция отказалась поддержать план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран в случае нападения России. Потому что у них разногласия там по позиции Турции в отношении курдов. Ну, там же войнушка уже между Турцией и севером Сирии, которые контролируют курды и поддерживающий их спецназ США. Итак, что же происходит? Вы знаете, я хочу сказать, что это победа Москвы. Большая. Позвольте расскажу предысторию. Надо понимать, что Турция – это действительно на сегодняшний день мощная страна. С мощной экономикой, с мощными вооруженными силами. Турецкий флот, огорчу вас, друзья, значительно сильнее на сегодняшний день Черноморского флота. И уравновешивают на самом деле только комплексы береговой защиты. Мощные и сухопутные ракетные силы, которые действительно уравновешивают баланс сил. Но сейчас стремительно стареющий Черноморский флот уступает турецкому флоту. У турок сильный флот. Турок сильная армия – это вторая в блоке НАТО армия по силе после Соединённых Штатов Америки. Никаких шуток. Турция граничит с узловыми странами. В узловом месте находится между Европой и Азией. Армения, кусочек Азербайджана, Иран, Ирак, Сирия, Греция и Болгария. И Грузия, конечно же. К слову, с Россией общей границы нет. Но между тем, когда отбрасывается вся глупая шелуха, и мы вновь возвращаемся к первоисточникам, оказывается, что все крики из-за океана и всё это пустое. Сейчас объясню. И Грузия вполне может оказаться один на один с могучим, алчущим кровью соперником. А Европа окажется беззащитна. Старые договоры распадаются. Что придёт взамен? Великий хаос и кровопролитие Третьей мировой войны? Это весьма вероятная перспектива, друзья. На самом деле, единственный сопоставимый по силе соперник Турции в регионе – это может быть либо Иран, либо Россия. Потому что, несмотря на всякие военные реформы Сердюкова, а затем восстановление армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу, мы всё ещё способны Турцию расфигачить. Но выход, в принципе, вот этот шаг, то, что Турция не будет интегрировать С-400 в систему противовоздушной обороны НАТО, а именно это заявление и было сделано первым делом, то, что я увидел. Это очень важная штука, это означает, что Турция как бы даже не на словах, а на деле сделала шаг в сторону России. И перед этим сравнительно недавно Турция изгнала американских военных, ну, не изгнала, а попросила в Усваесе, из аэродрома авиабазы Инджирлик или Инкирлик, на юге Турции, там в гористой местности. Очень много всего интересного, и связано это, друзья мои, с попыткой турецкого военного переворота, который случился с 15 по 16 июля 2016 года, дорогие мои друзья. То есть, совсем недавно, 3,5, почти года тому назад, Р.Д.П.Таипа и Эрдогана, законно избранного президента, попытались военные сфигачить. Военные, серьезная очень сила, они штурмовали его дворец силами нескольких, ну, до двух танковых батальонов. Они фигачили истребителями Ф-16 по номеру гостиницы, где, предположительно, останавливался Р.Д.П.Таип Эрдоган. Они, военные вот эти вот части восставшие, захватили мост через Босфор, все узловые посты, там, и так далее. Но, Эрдогану удалось бежать из-под удара за час. И дальше следуют мои личные предположения, потому что я за ситуацией очень внимательно следил, меня тема Турции всегда интересовала. Вот. И сдается мне, друзья, и это как два плюс два сложить, что это из России пришел месседж Р.Д.П.Таипу Эрдогану, посланница с курьерчиком, что беги, Эрдоган, беги. К слову, вспоминается тут и убийство посла Карлова до всех этих событий. В Турции действовало две могучих силы. И другую силу одним из ее духовных инспираторов, как, собственно, инспиратор, инспиродух, вдохновителей, и был Абдулаф Атих Гюлен, проповедник, политический эмигрант, живущий в Соединенных Штатах Америки. Но, вы знаете, этот человек имеет действительно большое влияние на умы ряда турок. И если этот человек оперирует в территории Соединенных Штатов Америки, не может быть так, чтобы страна с самым большим разведсообществом в мире, Соединенные Штаты Америки, ну, как бы не знала, что там сидит какой-то чувачелла, Абдулаф Атих Гюлен, и фигачит там какие-то дела, и управляет процессами в другой стране, тоже из блока НАТО, я не буду делать выводов, но вы меня поняли, да? Ну, и, в общем, там оттуда Абдулаф Атих Гюлен из-за океана, а тут Россия Эрдогана спасает буквально за, там, не знаю, даже не за час, меньше, до того, как молодой турецкий пилот-повстанец из истребителя F-16 расхреначивает кусок гостиницы ракетами, где Эрдоган должен был быть. F-16 достаточно неплохой противник для современной гостиницы, у гостиницы нет шансов, но Эрдоган бежал. Около 300 человек погибло в результате переворота, ему удалось сохранить власть, Эрдогану, благодаря тому, что далеко не вся армия поднялась против него, значительная часть армии сохранила верность, и когда он добрался до телевидения, он выступил с речью, и народ поднялся на его защиту, действительно. Он был народный избранный президент. Но теперь Эрдоган не может отдать власть. Почему? Потому что Эрдоган, ну, устроил репрессии, там, ну, так, нормальные, многотысячные репрессии он устроил, такие солидные. Ну, а страна, хоть и стремящаяся к западу, но страна очень восточная, и там иначе, как репрессиями, они все понимают, нельзя. А стоит только сделать парочку репрессий, это как, наверное, не знаю, эти героинам колются. Один укол, и все, пропал. Попала собака в колесо, бежит до пищи. Одна репрессия, и все, кобздец. И понеслась. И теперь он уже, знаете кто? Тиран. Потому что он полномочия свои продлил, вот эту хрень, чрезвычайное положение ввел. Оно было основанным, потому что действительно там огромные военные силы впряглись, ну, его, чтобы загасить. Но теперь это уже не обоснованно, а там сохраняется такое чрезвычайное положение. К слову, о турецкой армии. Турецкая армия призывная, откупиться от нее реально, 8,5 тысяч долларов это стоит, около 17 тысяч турецких лир бюджет пополняется. Армия достаточно боеготовна, снабжена в основном немецкой и германской, немецкой и американской бронетехникой, авиацией. И имеются у них и свои разработки, вот. Но основу, конечно, составляет импорт вооружения. Вот. Вот. Неплохо подготовленная армия, на достаточно высоком уровне у них боевой дух. И, в принципе, в любой локальной войне с любым соперником, да, еще Болгария, сосед Турции, простите, Болгария. Вот. И с любым локальным соперником Турция победит. Ну, кроме, пожалуй, что Ирана. Хотя, ну, вот, сопоставимые силы. Вот. И вот тут вот, если Турция выходит из альянса НАТО, дальше начинаются, ребята, совершенно непредсказуемые и страшные элементы игры. Потому что, по сути, союзников-то у Турции в регионе нет. Ну, скажите, да, конечно, одно вероисповедание с большей частью соседей, казалось бы, да, и этнические связи там с приграничными соседями. Но в то же время множество незатукающих конфликтов с курдами, вот эта вот открытая война сейчас, явная недружественность с Арменией. Азербайджан, пожалуй, мог бы быть союзником Турции, но, несмотря на то, что азербайджанская армия буквально перенасыщена новейшим российским оружием, которое она у нашего ВПК купила, это не делает их грозным соперником. И, в принципе, я боюсь, что армия Турции, армия Азербайджана несерьезный геополитический игрок. Вот. И, в принципе, вот такие вот дела. И еще, еще очень важная деталь. Выход Турции из НАТО, который уже практически предрешен на самом деле, после еще и действия Дональда Трампа, который вместо того, чтобы попытаться утешить своего друга и союзника по НАТО, Раджепа Тайпа и Радогана, и, вы знаете, возможно, даже выдать ему, как тот требовал этого Гюлена, Гюлена никакого Америка никому не выдала, а Дональд Трамп стал его письмами всякими предостерегать от похода в Сирию, на территории которой курды разбушевались и строят фактически свое квази-государство, угнетаемые многие столетия турками курды. Вот. И, в общем, ну и тут Радогану развязались руки. А что же будет с Европой? На сегодняшний день, друзья, если отбросить вот всю шелуху пропагандон-ТВ, то на самом деле у Европы достаточно слабые вооруженные силы. Это понт все. Самые сильные вооруженные силы в Европе у Великобритании, Франции, ну и, пожалуй, что Польша с Германией. Да-да, вы не ослышались, у Польши весьма высокий боевой дух, достаточно высокая боевая подготовка. Это мононациональное государство Польша, и поляки ребята агрессивные. И они свой меч, хотя и не суперновый, и не суперпрочный, они его поддерживают в весьма боеготовом состоянии. Вот. Скандинавия, на самом деле, это смешно. Что касается остальных стран региона, ну, будем рассуждать всерьез об армии Бельгии. Да, они пытаются сформировать единую европейскую армию, но до этого еще далеко. И на самом деле сейчас безопасность Европы невероятно сильно подорвана вот этим наплывом беженцев, который был фактически инспирирован свержением Муаммара Каддафи, его растерзанием на куски там несколько лет назад. Этим продажным, не буду выражаться кем, саркази. Ну, так, каким-то чмошником реальным. Вот. И, ну, политика, вы знаете, в проигрыше больше всего, пожалуй, оказывается Европа. Потому что Турция не будет препятствовать потоку мигрантов, а наоборот будет его поощрять и открывать границы. И, как бы, сквозь несколько дыр в Европу уже льются, льются вот неиссякаемыми ручейками вот эти вот люди. Люди, которые считают, что Европа им должна. Люди, которые не очень-то стремятся изучить европейские языки в странах пребывания и совершенно не собираются повиноваться законам и всяким идиотским моральным правилам. Вот. И вот эти вот нынешние попытки интегрировать иммигрантов в европейскую культуру, быт и так далее, они, по меньшей мере, смешны, дорогие друзья. Это правда. Понимаете? Потому что некий культурный дисбаланс существовал и существует между людьми, скажем, из Узбекистана и Санкт-Петербурга, да, к примеру. При том, что из Узбекистана человек из Санкт-Петербурга говорит на одном языке, да, на русском. И они поймут друг друга, поймут друг друга, потому что все равно у нас был Советский Союз, единая культурная матрица, и мы поймем друг друга. А поймут ли друг друга какой-нибудь, не знаю, зулуз, пробравшийся сквозь всю Африку и проплывший на пароме, привыкший жевать корни и федры, и когда рвет крышу насиловать женщин, поймет ли этот зулуз какого-нибудь мирного буржуа из Франции? Что он с ним сделает? Не исключено, что изнасилует его жену, а перед этим зарежет самого буржуа. И ограбит. И, собственно, такое будет происходить в Европе и происходит уже все больше и больше. Ну да ладно. Вот выход Турции, вот то, что сейчас происходит в Турции, это на самом деле, друзья мои, это фатально для Европы. В этой геополитической схватке Европа проигрывает. Что же получает Россия на самом деле? С одной стороны, Россия получает действительно мощнейшее ослабление серьезного геополитического соперника НАТО, которое в открытую там планы какие-то строит по защите кого-то от кого-то. Тем более, что я вот, не знаю, я сильно сомневаюсь, что Россия желает нападать на Польшу. Между Польшей и Россией существует еще Украина. Донбасса вот так вот хватает всем. Существует еще Белоруссия дружественная, хотя бы как минимум на бумаге и покрове. И бред это все собачий. И, в принципе, вот это, конечно, победа Москвы. Позвольте еще раз поаплодировать, дорогие друзья. Что ж, это была аналитика от Захаровича Блаженного. И Турцию, для Турции, хочу сказать, что, как это ни странно и ни смешно, вот эта потеря баланса, хотя турки считают, что они вот сейчас, они, может, возродят Османскую империю, увеличат свою страну несколько раз, для Турции действия Раджепа, Таипа и Эрдогана весьма вероятно могут обернуться для всей Турции величайшим крахом в истории. Потому что прямо у границ Турции действует мощнейшее сообщество спецназа США, сил специальных операций США. Там, по-моему, до 10 тысяч зеленых беретов, всяких рейнджеров, там и морских котиков лазят вместе с курдами. Ирак находится под контролем США, кто бы что ни говорил. Ну, в общем, ничего хорошего. А еще у Турции такой друг-недруг Израиль с мощнейшими ВВС, насчитывающими до 500 бортов. Ну, это вместе с военной транспортной авиацией. В общем, все это очень интересно, и там вот Гордиев узел. Доброго дня, дорогие друзья! Если вы решите поддержать мою аналитическую деятельность, данные вы найдете в описании к этому ролику. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами по-настоящему независимый Захарыч Блаженный. Пока!